Молодежь Краснодарского края – это около миллиона молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. В нашем крае активно реализуется государственная молодежная политика. Каждый год проводятся краевые форумы и губернаторские конкурсы. Проходят дни единых действий по благоустройству памятников и мемориалов. Действуют на Кубани и волонтерские центры. Молодежь нашего муниципалитета успешно представляет его на краевом уровне, участвует в значимых мероприятиях, а самое главное – помогает подрастающему поколению жить полноценной, насыщенной жизнью. На прием к главе Славянского района были приглашены самые неравнодушные молодые люди – молодежные активисты, волонтеры, общественники. Предстоящий день молодежи стал не только поводом для чествования лучших, но и отличной возможностью поговорить о том, что волнует наше юношество, куда следует направлять силы созидания. Славянской молодежи есть чем и кем гордиться. Глава Славянского района Роман Синеговский приветствовал собравшихся. Вам хотел бы пожелать, прежде всего, конечно, чтобы вы себя нашли в этой жизни, а вы уже себя многие нашли, чтобы вы не останавливались на достигнутом, потому что все умные книги сегодня пишут, что не важно, кем ты был, важно, кто ты сейчас. Поэтому все мы можем стартануть, как говорится, с чистого листа и к чему-то прийти. Все зависит от того, какого желания, упорства, стремления. Стремление быть нужным людям, своей малой родине, отличает всех, кто активно участвует в молодежной работе. И на этих активистов равняется вся остальная молодежь и берет с них пример. Поэтому мы уже давно, несколько лет считаем 27 июня не только Днем молодежи, но и профессиональным праздником сотрудников сферы молодежной политики. Поэтому сегодня у нас в зале и специалисты, реализующие молодежную политику в районном центре, в поселениях, на местах, и волонтеры, и активисты. В общем, не молодежь, а те, кто работает за молодежью. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко подчеркнул, что современной молодежи очень повезло, что она живет в мирное время, пользуется современнейшими информационными технологиями и имеет все необходимое для развития. Сегодня можно реализовать себя везде и во всем. В нашем районе созданы все условия для реализации. Я, конечно же, хочу пожелать вам, чтобы вы каждый нашли свое призвание, чтобы вы трудились, чтобы создавали семьи, самое главное. Ну и, наверное, чтобы у каждого все сложилось в жизни хорошо. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко отметил, что высок вклад славянской молодежи в волонтерское движение по помощи пожилым людям и другие добрые дела во время пандемии, и присоединился к поздравлениям. Молодость – это всегда такое чувство, когда ты о чем-то мечтаешь, что у тебя есть в большей степени мечтаешь о каком-то серьезном будущем, о каких-то интересных вещах, о молодом человеке, о девушке своей, как ты будешь жить в будущем, как ты выстроишь все это дело. И любовь к своей работе, любовь к своему делу, любовь к своему близкому – это очень важное чувство. На приеме было рассказано о каждом из приглашенных, и они действительно заслужили самые добрые слова. Дуэт из вокального ансамбля «Комплимент» исполнил для собравшихся свои песни. «Радоваться жизни самой, радоваться вместе с тобой, я не разучусь, если только рядом, рядом будешь ты, а тут рядом будешь ты». Все более весомую роль в молодежном движении играют волонтеры. И это далеко не случайно. Милосердие и взаимопомощь очень востребованы в наше время. «Нам не все равно, что будет дальше. Мы три хрупкие девушки, скажем так, и у нас есть определенные принципы. Мы принципиально не берем деньги, мы помогаем людям только обещаниям. Мы собираем продуктовые тоже наборы за счет коммерсантов, скажем так, и просто личных каких-то контактов. И было очень приятно, что людям не все равно, что им не чуждо чужое горе, и что двери открывались практически везде». За успешную и результативную деятельность в деле реализации государственной молодежной политики все приглашенные были награждены благодарностями и памятными подарками. Горячие аплодисменты звучали для каждого награжденного. «Я стала волонтером сразу же, как только увидела в соцсетях поиск людей, которые могут помочь людям. Почему? Ну, наверное, это внутренняя доброта, отзывчивость, и мне очень приятно нести добро». «Очень приятно, что сегодня собрались мы не в обычном формате, что такой прям праздник для нас организовали. Люблю свое дело, люблю свою работу, люблю свою молодежь, которая мне во всем помогает в поселении. Они у меня молодцы. Ну, и желаю всем удачи, добра, любви». «Мне это очень нравится. Потом помогали и пожилым людям, и детям-инвалидам. И еще меня приглашали на поздравления ветеранов на 9 мая. Тоже было очень трогательно и приятно, что такую честь мне предоставили поздравлять ветеранов». Самым оптимистичным и устремленным в будущее считается этот замечательный праздник – День молодежи. И делают его таким те, кто активно участвует в работе, направленной на воспитание и развитие юношества. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».